Очередная кремлёвская рокировка произошла сегодня. Первый замглавы администрации президента Владислав Сурков уходит работать в российское правительство. Там он будет заниматься вопросами модернизации. А руководитель аппарата правительства, заместитель премьера Вячеслав Володин, переезжает в администрацию президента. С чем связаны такие назначения? Пошёл ли Сурков на понижение, либо напротив на повышение? Разбирался Антон Желнов. Добрый вечер, коллеги. При президенте Путине Сурков стал самым влиятельным российским чиновником. Сначала идеолог и политтехнолог на выборах «Единой России» в 2003-м. С 2004 года в должности замруководителя администрации президента становится главным специалистом по борьбе с оранжевой революцией. События на Украине пугают. Кремль и Сурков мобилизуют общество через создание молодёжных движений, идущие вместе, а позже наши. Методы мобилизации радикальные. Собрания наших охраняют группировки футбольных болельщиков вроде гладиаторы. Последующие марши несогласных подавляют самым жёстким образом. Закручивают гайки и в выборной схеме. Ликвидируют одномандатные округа. Ужесточают порядок регистрации партий и процесс выдвижения кандидатов в президенты. Делают то, от чего сейчас власть будет вынуждена отказываться. От того сегодняшняя фраза Суркова агентству «Интерфакс» не выглядит иронией. «Я слишком одиозен для прекрасного нового мира». Харизма Суркова и правда впечатляет все нулевые. Бывший сотрудник Минатепа, авангардист от политики, плюс записи компакт-дисков с Агатой Кристи, как утверждают написания романов «Около ноля» и «Машина-велик», «Любовь к философии», творчеству Тупака Шакуры и Иосифа Бродского. О партийной системе Сурков говорит. Нет общества второй ноги, на которую можно переступить, когда затекла первая. После этого создаётся «Справедливая Россия». Суркову принадлежит и термин «суверенная демократия», то есть демократия, управляемая изнутри, а не извне. Смело говорит он и с бизнесом, в разговорах с которым упоминает имя философа Спиноза, а не Ключевского с Ильяным, как мы привыкли. А сидящему на чемоданах Сергею Полонскому советуют не нервничать и оставаться дома. Это вы ведь на вечеринке сказали, у кого нет миллиарда, тот может идти. Правда ведь? Я думаю, вот здесь у многих людей, здесь присущие, у меня в том числе нет миллиарда. Но мы никуда туда не пойдём, куда вы нас позвали. Поэтому, мне кажется, ведь это тоже показатель нашей социальной культуры, то, что вы это сказали. И пока вы так говорите, надеяться здесь, ну, наверное, тогда правильно, что вы на чемодане сидите. Могут ведь люди не так понять. Я хотел бы чемодан из-под вас убрать, и вы присаживайтесь, будьте как дома. В связи с переходом на новую должность, Сурков заявил Интерфаксу, что не будет заниматься внутренней политикой, и в качестве вице-премьера будет курировать модернизацию и инновационное развитие. Этим он отчасти занимался и на своём прошлом, теперь уже посту. После неудачных для «Единой России» выборов и последующих митингов оппозиции в этом декабре, чиновник неожиданно заключил, что не учитывать интересы активного меньшинства было бы неправильно. Об этом он заявлял на конференции в Сколково. Ну, о Вячеславе Володине, который теперь займёт место Суркова, известно, что он путинская креатура и секретаря президиума Генсовета «Единой России». Он достаточно быстро стал руководителем аппарата правительства, и в отличие от одиозного Суркова, Володина отличает такой позднесоветский стиль управления. Это наглядно проявилось в создании движения «Общероссийский народный фронт», которое приписывают Володину. Володин, в отличие от Суркова, имеет региональный бэкграунд. В 1996-м он работал вице-губернатора Саратовской области, откуда он родом, и его знания отвечают и могут пригодиться курсу, заявленному Медведевым, курсу на децентрализацию страны. Интересно одно, как скоро появится или не появится в ходу новое выражение, при Суркове такого не было. Коллеги. Спасибо, Антон. Антон Жолнов о перемене мест в тандеме. Спасибо. Спасибо.